Ванную комнату площадью 3 квадратных метра сложно назвать маленькой. Она просто крошечная, что зачастую вызывает полные разочарования у владельцев. С чего начинать ремонт? Прежде всего стоит задуматься над возможностью увеличить полезную площадь. Это можно сделать двумя способами устранить стену, отделяющую туалет, или расширить ванную в сторону коридора. Если есть такая возможность, можно использовать оба варианта сразу. Обратите внимание на дверь, лучше установить раздвижную, которая не будет требовать пространства при открытии. Если нет такой возможности, устанавливаем полотно таким образом, чтобы дверь открывалась в коридор. Многие сталкиваются с проблемой размещения стиральной машины в малогабаритной квартире. Если у вас ванная комната в 3 квадратных метра, лучше сразу подыскать место в коридоре либо на кухне. На такой площади наверняка не удастся выкрыть уголок, разве что под умывальником, если стиральная машинка довольно компактна. Далее делаем замеры помещения и определяемся, какая мебель и сантехника здесь понадобится. Выбор невелик, поэтому постарайтесь максимально ограничиться нужными предметами. Не забудьте проверить состояние водопровода, возможно, лучше на стадии ремонта произвести полную замену труб, не дожидаясь неприятных сюрпризов. Это же касается электропроводки, необходимо еще до отделочных работ продумать расположение будущих светильников, провести кабели и оформить розетки. Когда эскиз будущей обстановки готов, приступаем к выбору цвета и отделочных материалов, где тоже существует немало тонкостей, которые помогут скорректировать пространство. Цветовые решения. В выборе цвета главное не переусердствовать. Даже если вы поклонник ярких радужных цветов, в маленьком помещении от них лучше отказаться в пользу светлых постельных тонов. Контрастные цвета могут здесь присутствовать в качестве незначительных оттенков, выполняя роль своеобразного декора. Белая ванная. Белый цвет ванной комнаты подчеркнет чистоту и легкость помещения, наделит его светом, значительно расширяя визуальные границы. Не обязательно брать за основу белоснежный колер, можно выбрать что-то из его оттенков, например молочный или кремовый, тогда помещение будет казаться намного теплее. Бежевая ванная. Бежевая палитра великолепно подходит для любой ванны. Такой цвет создает ощущение покоя и умиротворенности, а темно-коричневые и карамельные цвета великолепно разбавит однотонность. Синяя ванная. Синий цвет подчеркнет главенство водной стихии, но в маленькой ванной его присутствие может усугубить обстановку. Лучше взять за основу голубые оттенки, которые к тому же успокаивают, снимают усталость и одновременно придают глубину пространству. Серая ванная. Для лаконичного дизайна можно остановить выбор на светло-серой палитре, которая будет выглядеть ненавязчиво и современно в соседстве с зеркалами, хромированной фурнитурой, с цеплянными перегородками. Чтобы отделка в такой тональности не показалась скучной и холодной, можно ее разнообразить лоскутной плиткой пэтчворк, имитацией под кирпичную стену или каменную облицовку со своеобразной текстурой. Зеленая ванная. Зеленый цвет непременно вызывает ассоциации с природой, поэтому нравится практически всем. И если вы не мыслите себе ванную комнату без этой освежающей палитры, попробуйте взять за основу бледные оттенки и незначительно дополнить их травяными узорами. Такой союз будет великолепно сочетаться со светлой деревянной мебелью и белоснежной керамикой. Оделкой материалы. Выбирая отделочные материалы, поинтересуйтесь, насколько они способны выдерживать микроклимат ванной комнаты, ведь здесь довольно высокий уровень влажности и нередко происходят температурные перепады. Пол. Для пола в ванной лучшим вариантом станет керамическая плитка, которая соответствует всем необходимым параметрам. Учитывая то, что основная часть помещения будет оформлена в светлой палитре, можно выбрать плитку с рисунком или имитирующую природные материалы. Она внесет частичку разнообразия в дизайн. Более дорогостоящим будет оформление наливного пола, но его долговечность и надежность вполне оправдают вложенные затраты. Стены. От чего точно нужно отказаться в ванной комнате, это обои. Даже самые влагостойкие покрытия скорее всего не выдержат постоянной сырости, так как будут располагаться в непосредственной близости к источнику подачи воды. Исключение составляют стекловолоконные обои, которые не подаются пагубным влиянием особенного микроклимата. Также не стоит пытаться корректировать стены с помощью гипсокартона, он украдет частичку пространства, который и так на вес золота. В остальном же особенных противопоказаний нет. Стены можно оформить кафелем-мозаикой, пластиковыми панелями или попросту покрасить водоэмульсионным составом. Потолок. Для потолка подходящим вариантом станет покраска, но при условии, что вы потрудитесь выровнять поверхность. Более современные альтернатива, натяжные полотна, из которых предпочтение стоит отдать глянцевым, имеющим отражающий эффект. Сантехника и мебель для ванной. Теперь о самом главном, об устройстве маленького санузла сантехническими приборами и мебелью. Сразу скажем, что лучшим выходом станет отказ от купели в пользу душевой кабины. Более рациональный вариант, душевая без подона с подиумом и скафеля. В таком случае необходимо обустроить небольшой уклон для слива. Если же вы ярый поклонник расслабляющих спа-процедур, можно заменить обычную ванную на более компактную угловую или душевую с высоким подоном, позволяющим принимать водные процедуры сидя. Не менее важным атрибутом ванной является умывальник. Обратите внимание на более функциональные модели, например, умывальники с верхней или нижней тумбочкой, которая послужит хранилищем для банных принадлежностей. Еще один удобный вариант, раковина с сильно выступающей столешницей, часть которой будет размещена над ванной. На ней тоже можно хранить гигиенические средства. Из мебели вполне достаточно вышеупомянутого шкафчика. Если его нет, можно разместить просторную полку над входной дверью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова